Новое видео выходит каждый день в 20.00 Дорогие друзья, у меня к вам вопрос. А вот часто ли вы могли слышать от своих любимых или нелюбимых GTA-самп-ютуберов, что они устали? Мягко говоря, формулировки, они знаете, постоянно отличаются. То я устал, то я ухожу, то я приперся снова и так далее и тому подобное, но суть всегда одна. Ютубер говорит, что мол, якобы я не знаю, что мне снимать. Мол, якобы сервер, на котором я снимаю, не предоставляет нужного функционала. Мол, якобы я уже не такой, мол, якобы вы уже меня так не смотрите и так далее. Так вот, сегодня я бы хотел поговорить немного на эту тему. Как обычно, записываю всё с первого дубля, дабы выложить все свои эмоции. Всё вот сразу вот вам вот так вот. И, как лично мне кажется, исписаться человек действительно может. Тем более, если это какой-то творческий человек и так далее. Но есть одно но. Ютуберы не могут исписаться. Это абсолютные бездарности, которые на протяжении всей своей карьеры даже не начинают писать. Если вот выражаться их языком. Поэтому исписаться они в принципе не могут. И всё вот это вот их исписывание, как они это называют, это просто банальное отсутствие идей, либо банальная какая-то лень. То есть отсутствие идей нет. В сампе можно снимать много всего. Вот я опять же, то есть в самп, так сказать, не захожу абсолютно. То есть я в него не играю. А вот сколько контента я делаю. То есть уже там более 50 роликов у меня на канале. При этом я ни разу на этом ролике, то есть не зашёл в самп, не сделал какой-то говёный летсплей и так далее. То есть всё мысли из моей головы. Да, кто-то может сказать, что дискутировать о каких-то проблемах можно. Бесконечно долго просто находишь проблему и всё. Найдите, блядь, эту проблему. То есть, ну что в сампе хуёво, обгоняет МТА, самп, да, сет, квест, есть что ещё можно в сампе придумать. То есть говорить о каких-то проблемах можно, безусловно. На эти все темы, на них можно говорить очень долго. Однако эти темы, они рано или поздно закончатся. И что делать тогда? Я об этом ещё не задумывался, однако у меня идеи прям вот прут каким-то ручьём. Я не знаю, я придумываю одну идею. Да, возможно, я сложно, возможно, я как-то долго её придумываю. Однако я придумываю одну идею. И от этой идеи у меня идёт ещё 200 идей. От этих 200 идей идёт ещё 400 идей. Но как только все эти идеи закончились, я начинаю думать над ещё одной идеей. Придумываю эту идею. И от этой идеи ещё идут идеи. И при этом я не захожу в самп. То есть абсолютно 50 роликов на моём канале. У кого-то, блядь, вся самп-биография состоит из 50 роликов на канале. У меня же это 50 там дней. Я сейчас условно говорю, что 50 роликов, потому что я записываю данный ролик, сейчас скажу какого, 26 февраля. То есть на канале где-то примерно, ну, более 50 роликов. И за все эти 50 роликов я ни разу не зашёл в самп, я ни разу не слил никакую сборку, я ни разу не сделал FPS-ап там от дапы и так далее. Я считаю, что всё это не нужно. И когда ютубер говорит, мол, слушайте, вот я перешёл на проект ради вас, а вы меня не смотрите, с какого хуя тебя должны смотреть уёбок? Ты же не предоставляешь какого-то уникального и интересного контента. То есть взять того же Лиджи, взять того же Тофика Дипсайз, вот Лиджи постоянно ноет. Ну, по крайней мере, ныл там, когда с Адванса уходил, когда на Гамбит, переходил, когда на прочие какие-то прочие-прочие-прочие сервера, переходил постоянно ныл, говорил, ой, мне нечего снимать, мне нечего снимать, блядь. Да всё, что угодно, можно снимать мод проектов, он огромаднейший, ты можешь снимать, блядь, всё, что только хочешь. При этом подавать это очень интересно. Один, блядь, Делорензи мучает одну и ту же тему, блядь, несколько раз. То его, блядь, ограбили, то он кого-то ограбил, то там, блядь, в казино он деньги проиграл. Это всё одни и те же темы, он ничего нового не придумывает. Меняется только какая-то сама подача, меняется какой-то сервер, на котором он это делает, и он уже сделал, вот я не знаю, сколько он там роликов сделал, он роликов, ну, больше 70, наверное, сделан с одними и теми же темами. То есть у него никак не меняются темы, они одни и те же остаются, однако ролики выходят, ролики всё так же набирают просмотры, я не знаю, кто это до сих пор смотрит. То есть они уже по второму, блядь, если не по третьему, если не по четвёртому кругу начали повторяться, их всё равно, блядь, смотрят. То есть сюжет постоянно один и тот же. И я не понимаю, с каждым разом вот эти вот постановы, они становятся всё хуже и хуже, с каждым разом всё сложнее и сложнее смотреть. И я не представляю, кто может смотреть до сих пор Делорензи, кто эти люди. Ладно, там клипы у него выходят, ладно, это хоть какое-то разнообразие. Однако, когда у него выходят вот эти вот его палёные летсплеи, я просто не знаю, что... Я лучше, блядь, у Андрюха Киевского какую-нибудь пиздоболию посмотрю и так далее. Но, опять же, это я не хотел никого обидеть, опять же. То есть пиздоболия, это я так называю весь разговорный контент. То есть у меня сейчас пиздоболия, у Ангела Косада пиздоболия. Это не то, что обман какой-то или так далее. Просто когда ты говоришь, при этом не играя в сампу. Возможно, он у тебя там где-то на геймплей и так далее. Контент как-то косвенно связанный с сампом. То есть это не самп. То есть это не сливы там, не ещё какая-нибудь хуйня, не летсплей. Я прям вот не люблю летсплей. Я их могу сделать, да, там за какие-то деньги и так далее. Но вот лично мне летсплей не доставляет никакого удовольствия. Мне нравится говорить в микрофон, мне нравится что-то озвучивать. Мне нравится прям вот всё вот это вот делать. А летсплей, ну это чисто фарм денег, как лично мне кажется. Итак, давайте опять же вернёмся к той проблеме, которую я затронул изначально, в начале своего ролика. То есть ютуберы исписываются. Как вы, блядь, исписываете, дорогие мои, блядь, друзья? То есть если вы пришли, блядь, в самп ютуб, подумали, что я сделаю, или вообще просто на ютуб или хоть куда вы приходите, подумали, что вы сделаете пару каких-то каловых летсплеев, и вас начнут смотреть миллионы. Нет. Это работает с единицами, с Делорензи. То есть один Делорензи за всю историю, блядь, GTA самп ютуба сделал какую-то каловую массу, и всё, блядь. То есть он даже ничего своего не придумал. Он сделал то же самое, что сделал Юджин. Ролики Делорензи, я опять же хочу повториться, это летсплей, но в красивой обёртке. То есть это те же самые летсплей, ещё и постановочные при этом. То есть обычно, когда снимают летсплей, это какой-то real-time content. То есть, извиняюсь за мой английский, ужаснейший английский, опять же, извиняюсь. Ну то есть real-time content, как ты покупаешь машину, покупаешь дом, покупаешь ещё что-либо и так далее. Я понимаю, когда ты вот ещё делаешь какие-то летсплей, как Baron Game Coronas, блядь, покупаешь машину, покупаешь дом и так далее. Но, понимаете, нужно смотреть немного вглубь, немного вот туда, вот что можно вот там вот такое вот сделать, чего ещё никто не делал. То есть заглянуть как-то по-другому, немного там, я не знаю, на вот весь сам контент. И тогда, тогда всё получится. Я просто не понимаю, то есть как ютуберы могут списаться. Да, вы сделали какую-то базовую работу, сделали какие-то базовые летсплеи и так далее. Смотрите теперь вглубь. Что вот вы там видите, вот в этой вот глубине всего сампа. То есть что там можно такое делать. Возможно, вот можно рассказать, как устроен там, я не знаю, клиент GTA Samp, как написать сервер на павне и так далее. Это чисто пример из головы там, я не знаю, как создавался мод Самп РП, как создавался мод Аризона, ролеплей. Это я вам из головы вот сколько идей, блядь, придумал. Там, я не знаю, какие-нибудь пасхалки на проектах, какие-нибудь секреты, там, интервью с разработчиками, интервью с GTA Samp ютуберами. То есть нельзя сидеть на одном каком-то вот летсплее. Летсплей это контент прошлого. Всё. То есть больше никто летсплеи не снимает, никто их не смотрит. Один только барон геймкоронос, блядь, остался в 2012-м, 2013-м году, хотя по-моему он в 2012-м не снимал. Неважно. Вот только он остался в 2013-м, там, возможно, ещё в 2014-м году. Всё. То есть больше там никого нет, никому эти летсплеи не интересны. Интересно тебе летсплеи детям с вебкой, вот им вебку подавай. Я не знаю, зачем вот им нужна вебка, но, видимо, для лучшего восприятия, я не знаю, ролика или ещё что-то наподобие того. Я вот даже представить не могу, зачем вот нужна вот эта вот вебка, ну для чего. Ладно, я опять же зашёл не туда. В общем, какова суть всего ролика? Дело в том, что самперы, да и любые ютуберы, исписаться не могут, так как за всю свою карьеру они не сделают какую-нибудь там, я не знаю, богемскую рапсодию, или наподобие того. Это чисто, к примеру, с головы богемской рапсодии. Я не знаю, что в ней люди нашли, я послушаю один раз, ну типа, ну фиг пойми, ну чё-то, ну не знаю. Вот для меня это было как, я не про фильм, опять же, я про песню группы Квин. И всё. То есть, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok